добрый день дорогие друзья шавуотов рошхо дештов у нас наступил месяц сиван в этом про в этот месяц у нас 6 сивана будет праздник который называется шавуот это праздник привинок урожая еще наши мудрецы говорят что это день дарование торы мы получили в этот день 10 заповедей мы слышали из уст и сильного недельная глава называется носу и здесь уже рассказано что коины служат в храме с 30 до 50 лет такой возраст мы говорили в прошлой главе о коинах от одного месяца и старше мы говорили что сыновей гершона 7500 человек сыновей кегата 8600 человек основе и брали 6200 человек и вот получается какая-то справедливость почему люди которые носят священные предметы которых немного даже если не было высокой святости то их огромное количество люди которые носят ткани их тоже много носят балки за совы стал бы вот эти все подножия то невероятный вес все вот у них меньше всех людей было 6200 то что теперь мы видим развязку что теперь у сынов брали 3200 человек а у сыновей кегата 2750 человек а установей гершона 2630 человек то есть как бы всевышний это теперь уже объяснил что в возрасте 30 до 50 лет становится понятным поэтому всевышний успокоил что делают сыны гершона их не обязанности носить ткани где у нас ткани это сам шатер сам храм покрыт четырьмя покрытиями первое покрытие это 10 полотнищ из голубой шерсти багряницы черницы и льна скрученных вместе и на них вытканы изображение кругов мало того они еще красиво соединить друг с другом золотыми крючками которые идут по центру этого полотнище это у нас потолок храма самое красивое полотнище потом идут 11 полос из козьей шерсти они соединены между собой медными крючками пять полос шили и шесть полос шили цинили медными крючками стало полотни сейчас пошли потом у нас есть третье покрывала шатра это шкуры барани окрашены в красный цвет и четвертое покрытие это шкуры тахашей до нас не дошло что такое тахаш но наши мудрецы говорят что это было кошерное животное цветной кожей разное мнение мудрецов одни говорят что это возможно это были морские животные другие говорят единорог цветной кожей было но одно нам понятно что это великолепие храма и это было очень красиво вот так это носят сыны гершоны это очень большое огромное полотнище потом они носят полотнище забора но чисто льняное белое можете себе представить этого очень большое полотнище потому что длина храмового двора 50 локтей это веря ширина 50 локтей а длина 100 локтей то есть это где-то 50 метров на 25 метров такой объем и высота забора идет у нас пять локтей это два с половиной метра по прямому тексту тору вот получается у нас такое огромное полотнище получается 100 150 метров длина его часть этого полотнище идет не льняная это вход шатер она идет из голубой шерсти по границе льна скрученных вместе только на ней не вытканы крови а вышиты крови вот поэтому полотнище по входу в шатер еще у нас есть полох при входе в сам шатер это был полох при входе в отбор и оно тоже большое полотнище потому что высота шатра это пять метров где-то это 10 локтей и ширина его где-то где-то шесть метров вот такая ширина вот такое большое полотнище из дней скрученных вместе детей льна голубой шерсти границы чернице и тоже были здесь вышиты крови вытканы крови были только на потолке храма и на завесе деляющее святилище от святая святых но сыны гершона не носили это получище как мы знаем что сыны кигата укрывали им ковчег завета не глядя на него поэтому этим полотнище ведали сыны кигата теперь сыновья кигата их не обязанность носить священные предметы то есть их не обязанность собирать в дорогу все священные предметы первые заходят в храм коины и упаковывают ковчег завета сначала на него опускают завесу деляющее святилище святая святых не глядя на нее потом на нее ставят покрытие и шкур тахашей и сверху накрывает голубым покрытием так все вышли сказал не все нам понятно почему так но мы выполняем вот так это занимается коины и расставляет левитов при переноске шатра каждую свое шеста и глава прошла заканчивается чтобы не довели до гибели сынов кигата потому что малейшее движение не так храме может очень плохо закончится коины обладали большей святостью поэтому для них это было более безопасно теперь сыны кигата упаковывали также стол с хлебами предложения упаковывали минору упаковывали жертвенники маленький золотой и большой который во дворе храма не пишется замувальник очевидно тоже его запаковали мы не знаем об этом как его переносили кто из колен он обладал очень большой святостью то что без него невозможно зайти не зайти в храм и не подойти к жертвеннику очевидно они тоже носили но не знаю ответа потому что не пишется кто носил этот умывальник вот такая обязанность наших коинов обязанность левитов мрари они носят самые тяжелые предметы то есть у нас есть 57 балок шатра и 60 балок двора то есть это огромное количество каждая балка имеет подножие а те балки которые стоят в храме они по два подножия под каждой балкой то есть было у нас 48 балок это 96 подножий и 4 серебряных подножия было под балками завет которые держат завесу то есть там 4 4 столба идут и 4 балка получается 100 серебряных подножий на каждое подножие использовали один кикар серебра у нас к серебра всего 100 кикаров и 1730 по моему шекелей вот стоки каров сразу мы забираем на только на дни подножия а подножий из меди у нас 60 идет для наружного двора для двора забор двора и 5 медных подножий на входе шатер полет 65 медных подножий вот так вот это все носят сыны мрари такое объем них огромные работы вот такими предметами они ведают и тора все время это повторяет очевидно нам это очень важно знать не все нам понятно для чего столько раз повторять эти предметы в чем их важность и более мы в наше время не строим переносной храм не стационарный нам всевышний об этом не говорит но наши мудрецы говорят кто-то этим занимается получает самую большую награду вот это строительство храма и все эти одежды прозвищенника изучает все жертвоприношения которых на сегодняшний день у нас нет все это если мы изучаем огромную награду то есть даже если нам кажется что это вам на сегодняшний день не актуально но если мы изучаем допустим строение храма то мы волей-неволей начинаем разбираться в инженерном деле в общем начинаем разбираться в разных специальностях в работе плотников в работе столяров в работе людей которые работают с металлом и ювелирном деле и во всех во всех специальностях чтобы построить такое сооружение и человек становится более грамотным потому что так просто тора ничего не пишет значит нам нужно это она сегодня наш урок заканчивается роботом за поднятие души больше бен давид михаил бен аркадий берта бодесрель клара бат сергей памяти павел бен эфим якоб бен ахум владира бен григорий здоровья светлана баклара шолом йона бен цара шимон бен исхак и на бот мира борис бен мария мойша бен маня анна бот ривка и гарь бен кира полина пир бот соня суре лена баклара давид бен стела и до жени в от идарахель бот лилия анна бот елена стелла бот тейла ефим бен эстер и дободора двое работ мирям станислав бен рахель моисей бен ева ирина бот двора йосиф бен раиса инесса бот мэйль и гей бен берта евгений бот и таффира бот она геннадий медвена елена бот инесса ольга бот светлана йосиф дан бен цара тани бот фрида и до бот рива ваним бетнатьяна юлия бот бела якоб йосиф бен архель шмон бен мира фейга бот берта ася бот года марк бенина ира бот вера леон бирклара рфей бен клара хана цепора бацара и до вен хая вива фильм бен соня мая бот фаина алексей бен ольга гая бацарит мазово сазгула ирина батури рон рябин да хорошая духа рон рябин двора днис бен хума бекарь бацара хан аббат врагам рафаэль риэлэ бен лариса галия аббат гидалия парноса и брюк лагеря бен рая анна аббат александра марина аббат рая борис анмарина алексей бен наталья всего хорошего ригу марченко всем браха парноса кавана мазов то что мы это время не грешили учили тору всем все самого наилучшего и пусть скоро закончится страшная война и до следующих встреч надеюсь состоится завтра в 15 часов шалом